С сегодняшнего дня специалисты МФЦ готовы оформлять новую выплату для мам, которые родили первенца и имеют небольшой семейный доход. Таким образом, Тамбовская область начинает реализовывать беспрецедентный федеральный закон, призванный стимулировать рождаемость первых детей в семье. Семья Дякиных из Ржакса о новой мере соцподдержки узнала только что от нас. Супруги не брали в расчет государственные выплаты и пособия, когда решили родить ребенка. Тем не менее, дополнительная прибавка, а именно 8634 рубля в месяц, к маленькому семейному бюджету придется как нельзя кстати. Илья один зарабатывает и обеспечивает семью. Сумма нормальная, будет хватать и на смеси ребенку, и можно ему там и коляску купить. Подсчетом тоже снимаем квартиру собственной нету. И просто по старым, там как были детские, нам не хватит вот этих денег, там 160 рублей подсчитали где-то. Смешная сумма. Ну а с новой, да, должно на памперс хватить. Хватить должно и на хорошую детскую коляску. Будущие родители уже начали присматривать вариант получше. Новая выплата полагается при рождении или усыновлении первого ребенка. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 14 149 рублей в месяц. В расчет берется сумма до удержания налога. По предварительным подсчетам, в Тамбовской области новая мера соцподдержки коснется около 3000 семей. Это 70% мам, которые в этом году родят первенца. Написать заявление можно в МФЦ и в Центре социальной защиты. Стимулировать рождение первых детей в России стали впервые. Есть тенденция, просто надо понимать, что поэтому президент принял решение еще о таком беспрецедентном шаге, при том, что вы понимаете, что 300 миллиардов рублей – это очень ощутимая сумма для федерального бюджета. Поэтому он принимает такое решение, потому что бороться с демографической ямой 90-х годов только действующими на сегодня мерами оказалось недостаточно. Также 8 тысяч в месяц теперь вправе получать мамы за счет средств маткапитала. С той лишь разницы, что заявление писать нужно в пенсионном фонде. Кроме того, родители получили возможность тратить этот капитал не только на детские сады, но и на ясли, то есть на воспитание малышей от двух месяцев. Кроме того, по инициативе губернатора Александра Никитина появилось новое ежемесячное пособие для мам, родивших до 25 лет. 3 тысячи рублей ежемесячно они получат на первых детей от полутора до трех лет. В Управлении соцзащиты уже заметили результат. Мы уже видим, что несмотря на то, что в целом, я уже говорила, количество рождений у нас падает, и это связано с тем, что мало женщин, которые должны рожать, и мало их в целом по стране, в том числе по Тамбовской области, то удельный вес первых детей, мы уже видим, что стал расти. И это произошло буквально в течение 2017 года. Напомним, в конце прошедшего года глава государства Владимир Путин объявил масштабную реформу демографической политики. Государственная поддержка призвана снизить риск бедности в семьях при рождении ребенка и стимулировать рождаемость. Валентина Слукина, Лев Сухоруков, Инга Андреева. Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин